Всем приветики! Начинаем новый влог. Вот у нас погода наконец нормализовалась. У нас уже мороза нет, еще где-то плюс 3, но все равно уже идет снежок. Это, конечно, поприятнее. Я понимаю, что он растает, и все, как было буквально недавно, там, плюс 14, и шли дожди, вот проливные дожди, там, ночью вообще барабанил, вот так конкретно. То тоже не очень приятно. Поэтому, в принципе, сейчас идет тенденция к похолоданию, будет даже такой мороз минус 14. Да, вот было плюс 14, сейчас будет минус 14. Ну, ладно, в принципе, это неплохо. Вышли прогуляться в эту классную погоду. Что хочу сказать? Покупали в последнее время джем такой клубничный, ну, был абрикосовый клубничный, у нас в грошике. Это, конечно, что-то. Он классный, он вкусный, но вот мама рассказывает о том, что она делала себе завтрак, и в творог выдавила этот джем, и говорит, оттуда вылез целлофан, завернутый в трубочку, целый кусок целлофана. Это вообще, конечно. То есть, естественно, этот джем мы больше покупать не будем. Как-то неприятно. Если это случилось раз, может случиться еще раз, вообще непонятно, в каких условиях, и как его там, и что делают. Придем домой, я покажу конкретно, что это за джем. Ну, вот это тот самый джем, про который я рассказывала. Ягодная полянка называется. Вот клубничный. Покупали абрикосовый, сейчас вот клубничный. Но уже, конечно, покупать его больше не будем после этого. Какие горы снега. Ну, это видно трактор сюда, вот этот весь снег собрал. А тут уже расчистили дорожку, и, в принципе, можно здесь нормально погулять. Ну, хорошо хоть, что нет вот этой корки ледяной, да, как бы, ну, нет, нормально. Елочка красивая, такая вся в снегу стоит. Вообще красота просто. Нет, все-таки в зиме тоже есть свои плюсы, свои прелести. Особенно, когда такая приятная, комфортная зимняя погода. Я вот все хочу заказать на Валберес с арахисовым пастом. Я, конечно, сделала там заказы, уже потихонечку начинаю снимать еще одно видео покупки с Валберес. Кусочками снимаю, ну, в зависимости от того, как они приходят, эти заказики мои. И все смотрю на арахисовую пасту. Я бы уже давным-давно ее заказала. Но Костя меня отговаривает. И вдруг там что-то не то и не это, и консистенция ему не нравится. Ну, отзывы людей, они, конечно же, всегда будут не только хорошие по какому-то конкретному товару, будут и плохие. И, конечно же, даже один плохой отзыв попадается и начинает терзать смутные сомнения. А вдруг что-то будет не то или не так. Я говорю, я бы уже давно заказала. Я так, ну, не мылюсь, ничего. Если я решила, я беру, выбираю, все заказываю абсолютно спокойно. А он меня отговаривает. Я, конечно же, тоже слушаю его. Я на это ведусь. Ну, я все-таки закажу ее. Я вот не знаю, что мне пробило на эту арахисовую пасту. Я помню, привозили родственники из Питера когда-то. Мне она очень понравилась. У нас, наверное, что же продается. Я просто не обращала внимания. А тут вот интернет-магазине. Мне очень хочется ее купить. Ну, и по поводу джема в варенье. Если вот такая ерунда произошла с этим джемом, который время от времени подкупали. Я думаю, что там тоже можно заказать. Я даже смотрела. Там есть разные такие аппетитные джемы, в варенье тоже. Ну, если вы заказывали, напишите в комментариях. Будет интересно, так сказать, из первоисточника. Но у блогеров я смотрела подобные видео. Кто что заказывает, это всегда мне уже интересно стало. Я так подсела на этот Валбер из Капитали. Еще совсем недавно мне эта тема вообще не интересовала. Вот. А сейчас мое такое вовлечение. Вот. Ну, блогеры ничего такого не заказывали. По крайней мере, я на подобные видео не натыкалась. А так-то, конечно, вполне может быть. Поэтому хочется мне каких-нибудь вкусняшек. Также лукум все хочу заказать. И все что-то не так. Потому что начинаю считать отзывы. И то просроченный пришел, то там еще что-то. Поэтому как-то тоже меня вот эти вот комментарии и отзывы, конечно же, останавливают от покупки какой-нибудь турецкой сладости. Например, лукума. Ну, вот то, что я заказала вот эту Амегу за 63 белорусских рубля, я очень довольна. Это реально классная штука. Ну, она, наверное, не подделка. Она, наверное, действительно американская. Там ни слова по-русски. И отзывы тоже очень хорошие. Я могу с ума сказать, что мне она очень нравится. Как бы мы все ее пьем. И Никиту заставляю пить. Он, конечно же, забывает. Я хожу за ним пить. Кстати, по поводу Никиты. Он так учится много сейчас. Вот 30 декабря у них была какая-то очень суперсложная контрольная. Ее там все не сдали по высшей математике. Вот ее надо сейчас переписывать. Ему надо помогать, потому что он не совсем сам понимает. Поэтому приходится тоже в это дело во все вникать. И будет ее пересдавать. Сегодня еще какая-то контрольная. Приходит он поздно. У них там вот полный рабочий день, даже больше. То есть пол седьмого вечера он приходит и начинает что-то учить. Готовится к очередной контрольной. Но это все так сложно сейчас, потому что конец семестра у них. То есть если в прошлом году каникулы были в конце декабря, начале января, то сейчас вот у него каникулы будут в конце января. Он, конечно, очень устал. Потому что я говорю, идти как на работу рано утром и приходить пол седьмого. Даже, ну как обычно, рабочий ежедень с 8 до 5. Ну вот так стандартный, да, такой график. То есть, грубо говоря, там пол шестого, там начало шестого ты уже дома. А тут он приходит пол седьмого, и надо быстренько поесть и снова учиться, потом опять рано вставать. Очень сложно, конечно. Но надо это пережить. Я говорю, а что ты хотела? Это уже взрослая жизнь. Поэтому уже как есть. Ну и еще по поводу гречишного чая. Тоже заказывала его на Валберис. Я, кстати, потом покажу в обзоре. Я хочу сказать, что он мне очень понравился. То есть если сразу я его не распробовала, как-то, ну так себе, то потом, да, нам всем он понравился. И там, причем, он не растворяется. То есть там не гранулы, а именно какие-то такие вот трава, наверное, семена татарской гречихи. И вот на одну кружку, ну 200 миллилитров, одна чайная ложка. Причем это можно заваривать дважды. Вкус вообще ни разу не меняется. То есть, ну первый раз он, конечно, будет более такой терпкий, более такой насыщенный. Но потом тоже вот самое то, даже вторая вот эта заварка. Очень полезная штука. Ну, судя по тому, что я читала, я всегда читаю про продукты, которые там я там ем, пью, там что-то про чай. Мне это все очень интересно, все очень мне это нравится. Единственное, что он очень мочегонный. Я один раз выпила вечером, и вот две чашки, кружки подряд, и... Ну, мочегонный, но это и хорошо. Там же и указано, что он выводит там шлаки, выводит токсины, что он нормализует артериальное давление. Ну, похоже, что так оно и есть. Ну, такая классная штука, и он вкусный такой. Действительно вкус какого-то печенья, там шоколада, ванили, что-то такое есть. Вон здесь такой белый снег, не ступала нога человека. Сейчас моя будет первая. Вот этот вот свой пуховик ношу, который купила, очень он мне нравится, очень удобный, комфортный. Но приходится, конечно, низ расстегивать, потому что, ну, тогда широко шагать не могу, как бы. Нормальная, классная штука. Ну, не штука, конечно, пуховик, но, я говорю, мне он очень-очень нравится. Как вот тепло, вот он такой длинный и комфортно. Вот сейчас будет мороз, я думаю, это будет само то. Что-нибудь такое очень и очень длинное. Ну, разве не классно вот так вот гулять по парку? Вот, смотрите, такой снежок, мороза нету, самая такая вот погода, вот такие дорожки заснеженные все. Снежок сыпет так тихонечко, не напряжно. Можно идти, идти, вот тут гуляют люди тоже, так им нравится здесь, так им хорошо стоит церковь. Но, правда, многие называют храм, почему-то не церковь, а именно храм. Сюда приходят люди и просто погулять. Я такая радостная, я такая счастливая сейчас, это вообще, вот здесь гуляем, я снимаю там видео, что-то. В общем, рассказываю свою эпопею, когда уже все осталось позади. Нам деньги с ютуба приходят в конце месяца, то есть с 20-х числа. И у меня же там день рождения в конце декабря был, я ждала денег, как бы думаю, ну я не буду доллар оставлять, поменяю на белорусский. Ну, потратимся, там Новый год, день рождения, там, как бы, да, там прогуляем их, скажем так. И они мне не пришли, в конце декабря мои вот эти вот деньги. Я, естественно, мне там, ну, кончится, там, подожди, подожди, ну, как бы, ну, свифт-перевод может идти долго сейчас, я читала, чуть ли не до трех недель. Но нет, в моем банке, ну или не в моем банке, вообще, может, везде, ну, достаточно там это быстро все происходит, буквально там 2-3 дня. Я звоню в банк, это было все в конце декабря, даже перед моим днем рождения. Я их достала, я такая доставучая могу быть, потому что, когда мне что-то надо, это вообще. Но они не могут отследить платеж, потому что им надо знать форму МТ-103, какая-то там есть такая форма. Вот, и я говорю, ну, и входила я в банк, их поддержка миллион раз звонила, мы пытались докопаться. Я говорю, ну, YouTube, на самом деле, он не дает вот эту форму МТ-103. Там есть, конечно, платежка, там есть номер платежа, там какие-то идентификационные, что-то, цифры, но это все не то, на самом деле, не то, что требуется для того, чтобы отследить, где платеж. Я потом изучила всю эту систему, я поняла, что банк действительно не может отследить, где делся платеж без этой формы МТ-103. Ну, ладно. В общем, долбала я это свой банк, я поняла, что они ничего не сделают и действительно ничего не могут сделать. Но также я успокоилась в том плане, что я поняла, деньги не могут исчезнуть. И если они не доходят до получателя, они возвращаются назад отправителю. А у нас в YouTube система обновляется 11-го числа, может быть, 9-го, 10-го. Ну, раньше было всегда железное 11-го, сейчас там раньше. То есть баланс этот обновляется, и ты видишь деньги. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, обновится именно вот 11-го, 9-го, 10-го. Раньше я не увижу, что эти деньги вернулись. И тут я смотрю, они вернулись. Они висят в этом аценсе, эти деньги, и все. Думаю, ну ладно. А, кстати, чего они мне не пришли, это самое главное не рассказала. Потому что я должна была указать измененные реквизиты банка-посредника. Но я об этом не знала. То есть мой банк меня не уведомил, что произошли эти изменения. То есть банк-посредник поменялся. Да, и если раньше вообще его не надо было указывать, ну, по желанию. Хотите указывать, хотите нет. Банк-посредник. То есть сейчас его обязательно надо указывать, чтобы деньги капнули на счет. Ну, на мой счет, на счет банка. В общем, через мой банк. Вот, я этого не знала. Я говорю в банке, почему вы меня не уведомили об этом? Вы обязаны были уведомить. Ну, вы должны были читать новости на сайте банка. Твою мать, я говорю, какого перепугу я буду читать новости на сайте банка? Да, то есть зачем мне это надо? Я не лажу по вашим сайтам, я не считаю никакие новости. То есть, ну, они постоянно какие-то рассылки присылают. Там, приведи друга, там, получи, там, какие-то проценты или еще что-то там, или еще какую-то байду. Постоянно на Viber скидывают эту всякую юридистику. А вот такую важную информацию, да, то есть я не указала реквизиты нового банка-посредника, и, соответственно, я не получила свои деньги. Ну, я успокоилась потом, я поняла, что, изучив этот вопрос, что деньги вернутся отправить, если они не пропадут, никуда не денутся, я, естественно, поменяла все в системе, внесла необходимые изменения. И думаю, что, ну, в конце января уже получу деньги и за ноябрь, и за декабрь. Ну, как есть, ладно, думаю. А вчера мне пришли деньги на Ассенс, думаю, ого, то есть, ну, раньше времени он обновился, ну, классно. Думаю, ну, отправят в конце января, как, ну, я и предполагала, обе суммы за два месяца. Сегодня смотрю там по нулям, думаю, блин, у меня первая мысль, где деньги? Смотрю, отправили, сегодня не отправили платеж. Я думаю, ну, как бы, свифт идет, ну, там, я считала, от трех дней и выше там рабочих. Думаю, ну, сегодня вряд ли, в лучшем случае завтра, а потом там, может быть, выходные, там еще, ну, короче, я не ждала. Сейчас думаю, ну, загляну на всякий случай, заглядывая, деньги там у меня на счете. Слушайте, я счастлива, конечно, учитывая, что курс доллара, он у нас сейчас вообще хороший, реально хороший, классный. Поэтому, конечно же, я пойду в банк и сниму деньги и переведу их в белорусский. То есть не буду уже доллары эти складывать, сниму в белорусский, пусть будут, как говорится. Тут Рождество идет, у Никиты день рождения, да, вот мы такие с ним, зимние козероги. Я декабрьский козерог, он январский козерог. Поэтому надо уже конкретно все это делать от праздности, потому что, ну, приятно, когда такие неожиданные нежданчики. Вот правда, это очень классно и очень здорово. И, естественно, я теперь буду читать новости своего банка в приложении, естественно. Я все время это читаю и отслеживаю, потому что, оказывается, вот так вот. Ну, какие-то уроки мы проходим все равно, но все равно они должны были меня уведомить. Ну, хорошо, что все так получилось. Ну, получила деньги там на неделю, на полторы, на две недели позже. Ну, и ладушки. Главное, что получила. Саша увидел снеговика и хочет его, конечно же, того и этого. Может быть, пусть стоит, а, Саш? Нет. Нет? Не пусть стоит? Ладно. Прикольная такая елочка, из шишек сделанная. Вообще класс. А здесь вон какую-то куклу насадили. Саша не трогает эти елки. Колокольчик. Разные такие. Ну, они здесь и стояли, но что-то я как-то при дневном сети их не видела, что они такие всякие. Разные там, украшенные там по-разному, всякие там игрушечки на них болтаются, и все. Какое-то такое народное творчество. Вон еще такая елочка. Это сделано из каких-то подушек даже, что-то такое. Ой, ладно. Ой. Ой. Ой.